Я тоже слышу про разговоры, а у меня четверть детей, и браку тоже очень, ну, если браку много лет, то хотелось сказать, что молодежь, может, не знает, вот современная молодежь и современные воспитания, они просто не знают, как. И, наверное, если мы покажем этот образ, ну, так смотрим, то, наверное, они заставят задуматься. А Вашими словами сегодня? Это, по-моему, наши образы еще и добавится слово. Вот то, что вы сказали, Сергей Михайлович. И книга, Саша, вот, моя понимать, почему начиналась скромная, когда будет эта большая серьезная книга, обращенная к молодежи, может быть, к нашему президенту. Чтобы, словом, весело и усиливалось, добавить его образом вот этих наших, и в будущем, вот, 8 июля, я думаю, будет еще больше социал, больше участников, и больше традиций, которые отразятся в фотографии, и будет представлены. Я думаю, эта книга, ну, почему я сказала, по формату, на верах технарь, 30 на 45, такой большой альфон. Нас поддерживает книжный магазин «Лизероглобус», то есть они готовы эту книгу презентовать. То есть, в общем-то, обществу, большое спасибо хочу, сегодня многих нет, никто, ни в чем, ни от какого. То есть, этот проект может быть, даже мог быть национальным интересом. То есть, нет ни одного, то есть, каждый говорит, а вот так еще надо, а мы еще вот так вам предлагаем. То есть, я думаю, что мы вместе, все вместе, я вас очень приглашаю включаться в процесс, и к 8 июля идея индийского фестиваля, конечно, меня потрясла. Вы понимаете, как это на уровне государства делается? Не пивной фестиваль, очень не хотелось бы никого-то катиковать, ну, к примеру, а семейный фестиваль. И когда все общество придет, и родители придут, то дети, наверное, будут пройти в этой атмосфере и понимать, как надо. Спасибо. Вы знаете, мы уже... Раньше, когда я начинала работать, я начинала работать с консультацией семнограф, который находился в детстве. И там раздавали такие книжечки, совсем небольшие. Они были о традициях, они были о том, что нужно делать в семье. И когда семья молодая ступала в брак, им раздавались вот эти книжечки. Может быть, продолжение Александра Швова, вот этих вот предложений, которые есть, может быть, вот эти традиции, которые были, из них и будут опять-таки консультации. Семьи рады, чтобы не было столько разводов. Будут раздаваться вот эти прекрасные книжки. В 20 лет, 30 лет, 50 лет у нас приглашены гости и будут участвовать в наших, скажем так, в съемке, в течение подготовки к фестивалю. Известны такие семьи. Да, есть брак по 60-ти. Люди поживут, поживают. Прямо, не жути. Я помню совет моей бабушки. И очень много раз у меня в браке и спасал, и останавливался. Она говорила, что легко разойтись, а ты жизнь попробуй прожить вместе. Мне кажется, это очень такое вот аккуратное и правильное направление молодежи. Не должно быть, и не может быть легко, если мы хотим и семью создавать, это очень непросто. И сохранять, и детей в этом направлении. Но в целом, как страна, мы бы на этом только все выиграли. Создание подобного типа конкурсов, и должно быть вообще много. И они должны быть единственными значимыми событиями, которые происходят. Вот я вот подумал сегодня, мне так приятно, что за одним столом редко так удается легенды, я считаю, что это как совесть нации Николай Дрюшкова-Бурляев. Вот фильм Иваново детство, да? Вот Александр сегодня сказал про то, что вот жалко, что нету представителей. Мы приглашаем, на самом деле, департамент по семейной политике против Москвы. Очень многие чиновников, да. Ну, понятно, что, ну, как бы, чиновники тоже, они занятые люди, да. Но вот наше начинание, это же ведь оно идет от народа. И вот это есть та институция гражданского общества. Было бы очень приятно, чтобы здесь вот будет представитель чиновничества. Я считаю, что вот такие фильмы, как вот Иваново детство, да, их надо показывать в школах. Их надо, это вот как раз образ, то, ничего даже, что это черный фильм. Я просто помню, когда я сам первый раз смотрел фильм, как я плакал, просто, понимаете? Это вот то, что духовное дает мечту, дает поколению переживания сердцем, настоящая культура. Не то насаждение, которое нам сейчас, вот, все, как будто, разоскультуры. И вот, вот, мое такое следующее пожелание, что необходимо как раз создавать какие-то подобного типа культурные мероприятия. Даже последний Оскар все равно не мой кино. То есть опять идет какая-то ностальгия по тем временам, не особо. Как вы считаете? Иваново, дружище. Ну, во-первых, мы можем отметить сейчас в этом зале 50-летие со дня создания фильма Иваново детство. Браво! Вообще, если вы получите участие Оскара, то я бы не устраивал бы такого планетарного ажиотажа по поводу этого коммерческого действия, где многое покупается и продается. И этот фильм, о котором вы говорили, это, я считаю, упадок кинематографа полнейшим. То есть от чего мы начинали, к этому мы и пришли. Не моем кино с примитивными актерами, ну, то, скажем, герои еще туда-сюда, а все прочее, ужасные. То есть мы каждый год планетарно видим угасание их кинематографа. Вот наш, он должен возрождаться. А это будет только тогда, когда будут вот такие конкурсы, где вы не увидите, как учат отца с рюмкой водки, маму с папиросой. Понимаете? Вот когда мы будем делать и фильмы такого высочайшего духовного, вот тогда будет прорыв наш общий. А пока вы не знаете, работайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Дозвольте два слова. Да, конечно. Я прошу. Да, прошу. Игорь Котов. Котов Игорь, президент офицерского клуба, такая региональная общественная организация. Я очень рад, что есть такой замечательный проект. И еще более рад, что мы движемся параллельными курсами. Я руководитель проекта, который называется «Семейные реликвии». Суть его в том, что мы на интернет-портале «Реликвия.ру» начали создавать общероссийскую базу семейных реликвий. И я хочу обратиться к организаторам, что будем считать, что произошла точка встречи двух проектов. Ваш проект, я думаю, впереди нас идет, а мы будем перенимать опыт. И суть его вообще, изюминка его в том, и что мы хотим сделать. Чтобы эти семейные гостиные на интернет-портале создавались руками молодежи. Не наше поколение, вот скажем так, подчутким вниманием, силой убеждения, но молодежь разбиралась со своими семейными реликвиями, искала свои корни. Поэтому я очень рад организаторам, и давайте дружить, давайте наши проекты сопрягать. Спасибо. Мне хотелось бы так же предоставить слово. Вот Александр говорил о том, что необходимо объединять все светлые силы. Я убежден в этом. И вот опять-таки социология показывает о том, что конфессии, динаминации, которые бледут какие-то духовные устои, духовные традиции, они сильные семейные традиции. Есть замечательный представитель епископ Константин, постельской веры христианской, десятников, и он основал такое движение за будущее без гомосексуализма. То есть это светлое абсолютно движение, которое не дает вот этим темным экспансиям проникнуть. Предоставьте, пожалуйста, возможно, а законодательный дядь, пожалуйста. Нет, нет, нет. Ну да, да, да. Хорошо, спасибо. Ну, начнем с того, что я счастливый отец четырех детей и муж одной жены. И это замечательная традиция. И первое, и второе сейчас вот в общем пространстве нашего Отечества, да и в мире уже редкость. И даже мы и останавливаться не планируем. И то, что касается объявленного движения, это была инициатива, родившаяся еще 10 лет назад, ответ на просьбу Министерства юстиции по городу Москве, которая пыталась отказать и отказала в регистрации организации по пропаганде гомосексуализма и навязывания молодежи. Я не буду сейчас называть названия, имена рекламировать. И вот тогда нам пришлось делать аналитику, выступать в судах, отстаивая, что в традиции русской, российской культуры такого явления, такого безобразия нет. И мы отстояли. Отстояли неоднократно отказ в проведении парадов. Довелось мне выступать и на мероприятиях в Европе, в БСС, за то, что я, за что я почти 5 лет был не выездной в Шенгенскую зону. Ну и вот как-то так пришли к тому, что... Вы создали за правой делаться? Получается так, за делаться. Вы с вами тоже создали, так что нормально. Нормально, абсолютно. И есть и традиция, которой мы придерживаемся. Это традиция полного воздержания употребления алкоголя. Это и в нашей конфессии, и в моей семье. Я полагаю, что статистику, которую вы привели индийскую по разводу не более 1%, это также особенность нашей конфессии. Твердо стоим против абортов. Мы вообще не такими отчасти являемся религиозными фундаменталистами в сфере традиций нравственности, морали и прочих принципов. Готовы на самом деле со всеми здоровыми, здравыми, светлыми силами, людьми и личностями объединять свои усилия и бороться, чтобы наша страна преуспевала, причем не только и не столько экономически. Экономика это все-таки следствие того духовного состояния, нравственного состояния, которое есть в обществе. Была затронута одна из важнейших тем, причем не одним выступающим, это вопрос телевидения, и здесь также есть опыт и позитивный, и, к сожалению, поражение. Но вот несколько лет назад нам удалось полностью запретить к показу на телевидении два анимационных, порнографически ужасных сериала. Также не буду называть их имена, чтобы не рекламировать. Но это впервые в истории России, когда протест гражданского общества приводит к запрету на вещание и пропаганду насилия. Было внесено ограничение еще на 12 сериалов, и одна из серий была признана экстремисткой. Это вот один из каналов, который позиционирует себя как круглосуточный анимационный мультипликационный. И я полагаю, что любые изменения начинаются с личности человека, с нас, с тех, кто присутствует сейчас в этой аудитории, с тех, кто слушает и разделяет ценности. Если я не буду искать, ну не то что помощи, но решения проблем и вопросов вне, вот когда сосед мой изменится, жена изменится, правительство изменится, что-то произойдет, тогда и я буду. Нет. Изменения начинаются с меня. Это важно каждому из нас взять как норму, правило для себя. И тогда весь мир изменится. Спасибо. Вы хотели предоставить слово участникам. Леонид Арбус находится здесь. Пожалуйста, несколько слов, пожалуйста. Мы семейные фотографы, мы те, кто помогаем сохранять семейные традиции. Я просто расскажу, наверное, о своей любимой семейной фотографии. У нас была замечательная традиция, когда я была маленькая, вся наша семья, бабушки, дедушки, две семьи даже, потому что у бабушки была сестра, мы все собирались на даче праздновать день рождения. И в один из таких дней, это было на протяжении многих-многих лет, в один из таких дней была сделана фотография. Вся наша огромная семья в кадре. И сейчас я смотрю на эту фотографию, в тот момент я не осознавала ее ценности. Она была сделана очень давно, и все эти люди были живы тогда. Сейчас я смотрю, уже этого человека нет, он ушел, этого нет. А на фотографии он есть, и я могу рассказать о нем. Я любила этого человека, могу рассказать об этом человеке, моим детям. Мне кажется, самое главное, что дает нам и фотографии, и семейная традиция, это вот эта память, и то, что мы можем передать нашим детям. Главное в нашей жизни, это семья и любовь. Еще раз допомню, мне Аня, Ли. Здравствуйте. Спасибо за возможность участия детских и семейных фотографов в таком конкурсе, что мы можем показать вам наше видение семьи, детства, материнства через наши объективы. Если вы заметите, то большинство семей, которых мы фотографируем, это многодетные семьи, где двое и более детей. И скажу, что за последний год лично у меня было порядка десяти семей от четырех детей, которые также живут. У них уже четверо детей, и мама ждет пятого ребенка. И я хочу показать вам фотографию моей семьи. Это 1930-е годы, когда, конечно же, отсутствовала у людей возможность фотографировать мыльницами и телефонами, но в семьи приглашались фотографы, которые сохраняли историю этой семьи. И фотографы начинали фотографировать от рождения и до смерти данную семью. И фотографировали не я за столом, я на пляже, или вот моя машина, а фотографировали именно из устои и традиции. То есть пять, шесть, семь детей, это было нормально. Сейчас, ну, у кого так. Так что спасибо большое за этот конкурс, спасибо большое Марине за ваши возможности. И вам. Спасибо. 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 Я тоже несколько слов принесу. Меня зовут Третья, я тоже из среды детских семейных фотографов. В последние годы, мне кажется, что как-то немножко растерялась ценность семейной фотографии в России, именно у нас. И как-то больше действительно люди хотят сейчас, ну, как бы такой, аватарки фотографировать. А мы хотим именно вернуть семейную фотографию, то, чтобы люди ценили эту семейную фотографию, чтобы они фотографировались для того, чтобы в будущем какие-то семейные альбомы составлять этими фотографиями, наполнять их и показывать своим детям, другим, то есть чтобы у них какая-то память семейная оставалась. И именно вот в таком мы, об этом мы хотим рассказать, и это внести в современное общество сейчас. Спасибо.